Всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. И в этом видео я хотела дать несколько советов, как сделать так, чтобы декабрь месяц стал наиболее эффективным в вашей работе и принес результат, о котором вы мечтаете. Итак, все начинается с планирования. И если ты на данный момент еще не прописала все, что ты хочешь, не спланировала как, сейчас это еще можно. Рекомендую сегодня же после просмотра этого видео взять листок и написать. Но чего нужно придерживаться, как нужно спланировать? Например, есть я, и я хочу в этом месяце закрыть 9%. Ну, к примеру, эта цифра может быть абсолютно разная у вас. 9% это, я понимаю, товарооборот 1200 баллов. Для себя я планирую, что на 100 баллов продам я лично. Соответственно, 1100 баллов мне нужно разделить на команду. Допустим, на сегодняшний день у меня есть 5 партнеров. Это, допустим, Даша, это Глаша, это Федя, это Юля и Марина. Я должна прозвонить свою первую линию и сказать, Мариночка, привет! Скажи мне, пожалуйста, что ты планируешь в этом месяце? Какого результата ты хочешь достичь? Марина говорит, ты знаешь, в прошлом месяце я была 3%, а в этом месяце я хочу сделать 6%. Отлично, Марина! 6% это у нас товарооборот 400 баллов. Скажи мне, сколько лично ты планируешь продать в декабре? Ну, Марина говорит, 100 баллов, 10 флаконов я легко продам. Значит, остается разница 300 баллов. Марин, каким образом ты думала закрыть 300 баллов? И, например, Марина говорит, что у меня есть 2 партнера, они в этом месяце делают по 50 баллов личных. Значит, мы понимаем, что уже остается 200 баллов. И вот эти 200 баллов, что это может быть? Это может быть либо плюс 50 баллов у этих двух человечков, да? И, соответственно, мы закроем 3%, то есть это уже 2-3% под вами. И останется 200 баллов. Это, возможно, 4 новичка по 55 баллов. Сложно это и легко, но я считаю, в декабре это более чем просто, потому что 55 баллов это 5-6 флаконов духов. В каждой семье делаются подарки себе, мужу, маме, папе, свекрови, свекру, брату. И уже можно по пальцам пересчитать там большее количество человек. То есть можно предлагать людям даже просто сэкономить на подарках. И уже есть в вашей структуре человек-потребитель. И также нужно проделать абсолютно с каждым человеком. То есть распланировать себя и нужно понимать четко, как мы этого добьемся. Тем самым, кстати, помогая своему партнеру распланировать его работу. То есть все должно дублицироваться. Делаешь ты и обучаешь свою первую линию. А, соответственно, первая линия обучает уже свою глубину. Потому что настанет тот день и тот час, когда ширина будет очень широкой. И уже проделывать работу с глубиной станет просто физически нереальным. Месяц лучше планировать до 15-го числа. То есть если вы до 15-го числа, вернее, если вы в декабре решили закрыть 9%, то 15-го числа товарооборот должен быть, ну, как минимум, там, тысяча-тысяча-сто баллов. Тысяча-сто баллов. Почему это важно? Потому что есть время, когда что-то пошло не так, подкорректировать и спланировать что-то по-новому. Либо предпринять шаги для реализации этой цели. Нежели когда 25-е число, мы видим, что у нас не 1200 баллов, а, например, 600. И мы в белой горячке начинаем звонить и говорить. Марин, ты собиралась делать 6%, это же 400 баллов. А у тебя вот сейчас всего 100. Когда 300 баллов ты кинешь? У меня же тут горит план 9%. И вот такой вот потребительский подход к людям, поверьте, не даст никакого результата. Люди будут воспринимать не как человека, который помогает в бизнесе, а как человек, который достигает своей цели, который видит вас, ну, просто такой инструмент, как бы такой, не знаю, инкубатор баллов, да? Может быть, такое немножко смешное название, но именно вот потребительский подход. А сетевой бизнес – это бизнес отношений. Человеку приятно будет, когда вы действительно искренне переживаете за него и помогаете в решении проблемы. Когда вы звоните не просто для базовых, а когда вы звоните узнать, а как у тебя дела, а как у тебя ребенок, а у тебя сегодня день рождения у мужа с именинником тебя, а давай встретимся, давай попьем чай. Ну, если этот человек в другом городе, это, естественно, нереально, но чаще общайтесь с людьми, которые находятся в вашем городе. Строите сильную команду, в которую хотелось бы присоединиться. Не потому, что вы работаете вместе, а потому что вы человек интересный. Конечно, построение сети – это неотъемлемая часть работы в компании, да, в сетевой. Но сейчас у нас с вами месяц декабрь. И декабрь я рекомендую сфокусироваться на продажах. Конечно, не стоит отказывать людям, которые говорят, я хочу так же, как ты, я хочу присоединиться в команду, что для этого нужно. Таких людей мы прорабатываем. Но рассчитывайте свои силы примерно 50 на 50. 50% рекрутинг, 50%, а то и 70% должны составлять продажи. Почему? Потому что в декабре все делают подарки. Люди в поисках подарка. И поэтому те, кто вам сказали, допустим, в сентябре, в октябре нет, в декабре они могут вспомнить про вас и скажут да. То есть это повод расширить клиентскую базу, потому что человек в поиске. И опять же, тот, кто ищет, мы предлагаем ему решение проблемы. Мы предлагаем качественный продукт по более низкой цене. Мы можем предложить акцию новогоднюю, мы можем красиво оформить подарок и человеку сделать более приятное. То есть увеличить его ожидания, принести не просто флакон, а принести оформленный флакон. А еще можно планировать результат, допустим, по продажам в команде. Некоторых мотивирует. Общекомандный дух. Кто-то хочет быть первым среди успешных. Поэтому можно организовывать такие командные промоушены. По продажам вы можете делать это в своих структурах. А я, в свою очередь, для своей команды, объявляю промоушен от Олеси Селезневой. Он заключается в том, кто делает продажи от 30 флаконов и более. Это немного. Это один флакон в день. Месяц, декабрь, подарки, Новый год. И затем, по итогам месяца, путем случайного выбора участника, я подарю отдельный именной подарок. Это духи из коллекции Амплуа номер 151. Этого аромата сейчас нет на складе. Поэтому он еще более ценен за заслугу, которую проделаете вы. Соответственно, вы можете этот флакончик кому-то продать и получить заветный флакон, которого нет на складе. Ну что, я делаю отсчет. Три, два, один. Пуск. Поехали продавать. Подарок ждет тебя. Всем до связи. С вами была Олеся Селезнева. И помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.